Тема проповедей, о которой я сегодня буду проповедовать, от веры в веру. От веры в веру. Я думаю, что это очень актуально, потому что без веры написано угодить Богу вообще невозможно. И благословен тот, кто верит. Бог желает, чтобы мы переходили от веры в веру. Интересное повествование написано от Луки. И в 18 главе там написано так. Один судья неправедный говорит, хотя и Бога не боюсь, и людей не стыжусь. Но так как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее. И Бог говорит, слышите, что говорит судья неправедный. Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь? Хотя и медлит защитить, что их. Но Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле? Вы знаете, для меня, как человека верующего, всегда был интересен этот вопрос. Видя то, как число верующих постоянно увеличивается, я просто не до конца понимал, почему так Христос говорит. Но Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле? О какой вере вообще здесь идет речь? И чего желает видеть в каждом из нас Христос? Посмотрите, вера этой женщины, она была достаточно крепкой и серьезной. Почему? Потому что сам Христос сказал, Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему как? День и ночь – это раз. И это продолжительное время, хотя и медлит защитить их. И вот когда она вопияла день и ночь, и когда в терпении она ожидала ответа, то для нее было важно сохранить что? Веру. И Христос, видя ее веру, говорит, но Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле? Все, кто имеет нужду пред Богом, здесь есть очень серьезное утешение. И путь, как мы можем иметь положительный результат, приближаясь к Богу в нашей вере. Часто люди спрашивают, где мы можем взять веру. Ученики даже просили, Господи, умножь у нас веру. Я думаю, что если бы просто это относилось к нам, мы тоже так же молились, или просили, Господи, умножь в нас веру. Мы нуждаемся в этой вере? И если вы помните, моя последняя проповедь, я говорил немножко о вере. И я сейчас, просто начиная новую проповедь, хочу соединить из предыдущей. И если вы помните, я читал из первой главы Римлянам следующие слова. Это Римлянам и 16 стих. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что она есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом Елену». Вообще, апостол Павел, мне интересен здесь тем, что он говорит Римлянам, «Я весьма хочу прийти к вам, чтобы преподать вам некое дарование духовное». И дальше он говорит, «То есть утешиться верою общую, вашею и моею». Слава Богу, что у нас есть вера, и это объединяет нас, иначе мы не были бы здесь. И в вере нашей мы можем иметь общность и утешение в нашей вере. И апостол Павел говорит, «Я хочу вам что-то преподать, научить, чтобы вера ваша умножилась». И я хочу, чтобы вы снова увидели этот стих, который вы только что видели. Здесь апостол Павел говорит, «Я не стыжусь благовествования Христова, потому что для меня это есть сила Божия ко спасению». Итак, Евангелие – это сила Божия ко спасению. Послушайте, долгие годы я читал этот стих и понимал, что это сила Божия ко спасению неверующих. Но сегодня я читаю, и я нашел, что это сила Божия ко спасению верующих. Евангелие благовествования – это сила Божия ко спасению верующих. В нем открывается правда Божия. От веры в веру, как написано, праведной верою жив будет. Послушайте, правда Божия состоит в том, что нам необходимо переходить из веры в веру. А как мы можем переходить из веры в веру, когда мы проповедуем Христа другим? Наша вера растет. Я говорю, мы только возвратились с миссионерской поездки. Я еще хочу раз повторить. Когда мы проповедуем Христа другим, когда звучит благовестие Христово, то это сила Божья ко спасению не только неверующих, но и верующих. И когда вы видите измененные жизни и лица, ваша вера непременно возрастет. Поэтому, если мы просто не движемся, сидим сложа руки, наша вера угасает. Но когда вы вашей верою начинаете делиться с другими, вы не только утешаетесь в вашем сердце, но ваша личная вера растет. Бог желает сегодня поднять нас на новый уровень веры. И я благодарю Бога за все это. Почему? Потому что верою или благодаря вере мы можем побеждать и жить. Какая вера бывает? Как мы можем переходить от веры в веру? Какой мой уровень или степень моей веры? На эти и другие вопросы я хочу ответить через Слово Божье. Как я могу свою веру умножить? Давайте мы вместе будем читать Иоанна, первая глава, и я буду читать 45 стиха. Здесь идет очень интересное повествование, что первый человек, который уверовал, это Андрей, он нашел своего брата Петра, тот еще кому-то рассказал, рассказал, благовествуя истину Божию Филиппу. И 45 стих говорит так, Филипп находит Нафанаила и говорит ему, мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифа, из Назарета. Он говорит этому Нафанаилу, свидетельство ему, что мы нашли Иисуса, причем мы нашли того, о ком пророки предвещали, что он должен прийти. Нафанаил, когда услышал это, он не был удивлен. Он, как еврей, знал эту информацию, для него это не было нового, что Христос придет в мир. Израиль ожидал Мессию, но это пророчество, оно не исполнилось в жизни Нафанаила только по одной небольшой причине. Он этому, хотя и знал, но он это не принял. И на почему это произошло, отвечает следующий стих. Но Нафанаил сказал ему, но Нафанаил сказал ему из Назарета, может быть что-нибудь доброе. Филипп говорит ему, пойди и посмотри. На основании этих стихов мы здесь можем увидеть, в каком состоянии наша вера. Итак, какая вера бывает? Первое состояние нашей веры, это вера как знание. Я знаю. Я знаю. Филипп говорит, слушай, мы нашли Мессию, о чем говорили пророки. А как отвечает Нафанаил, я знаю. Но было небольшое но. Он, благовествуя, сказал, что этот Мессия, он из Назарета. А Нафанаил, он не только знал о том, что Мессия должен прийти, он знал еще одно важное. Он знал, что из Назарета ничего доброго прийти не может. В результате, в результате это пророческое слово, оно как бы не принесло желаемого результата в жизнь Нафанаил. Оно как бы не исполнилось для его лично. Но, слушая все это, мы можем какой-то урок взять для себя. Какая моя вера? Не секрет, что те, которые посещают церковь, давно они многое знают. Сейчас мы живем в такое время, когда говорят, большая голова, но маленькое сердце. Библия говорит, что знание надмивает, а любовь что? Назидает. Мы знаем, например, как христиане, какие должны быть собрания, как люди должны деваться, мы знаем, как люди должны прославлять Бога, и вообще, чего мы только не знаем. и когда мы приходим и видим в своем знании, что что-то идет не так, как я думаю, или как я знаю, мы закрываемся, мы закрываемся для действий Божьих и для действий Божьей благодати. Я думаю, что кто-нибудь меня понимает. Наше знание иногда закрывает наше сердце, чтобы принять то, что приготовил для нас Бог. как же выйти из этого состояния? Оказывается, очень просто. Там было сказано очень правильный совет. Иди и посмотри. Вы знаете, когда-то я был молодым человеком, и я пытался понять молитву со стороны. Но сколько я не включал в свой разум, единственное, что я был способен, это пережидать эти молитвы. Но я не мог понять молитву, потому что я не молился. Послушайте, чтобы проникнуть сокровенное, знания недостаточно. Хорошо, когда оно есть. Но Бог желает нас вести к познанию, в новую область своих откровений. Я благодарю Бога за все это. Смотрите, еще один пример из Библии. Вы помните, Илья и Елисей идут вместе. Это было одно из последних путешествий их на земле. И вот множество пророков говорят Елисею, слушай, знаешь ли ты, что Господин будет взят сегодня над твоей головой? Елисей отвечает, молчите, я знаю. Но чем Елисей отличался от остальных пророков? Он знал, но он не остановился. Он знал, но он или ее не оставил. Он знал, но он пошел, чтобы увидеть. Он увидел и получил то, в чем он нуждался. Если я что-то знаю, но в вере моей я не двигаюсь, это дает мне мало результата и пользы. Другими словами, если моя вера только на уровне знания, мы бедные христиане. Послушайте, два результата мы можем иметь, если моя вера только на этом уровне. Первое, это самодостаточность. Я знаю, и мне этого достаточно. Мы уявляемся, например, с других, почему они не молятся, почему этого не просят, не ищут, а они знают, что им это не надо. Послушайте, самодостаточность. Человек удовлетворен тем, что он знает, но в Иисусе всегда есть больше. Слава Ему во веки веков. И еще второй результат, который вы будете иметь, если ваша вера на уровне знания, это неудовлетворенность. Потому что всегда будет не так, как ты знаешь, и не всегда будет не так, как ты думаешь. Потому что Бог, Он неподражаемый Бог, и Он постоянно творит все новое. Слава Ему во веки веков. Аллилуйя! Сегодня я наблюдаю, вот некоторые говорят, вот я не понимаю, что они поют, вот один куплет несколько раз. И я, может быть, не все понимаю, но я хочу сказать таковым людям, пойди и посмотри. Если кто-то из остальных что-то переживает при этом, попробуй, может быть, и в тебя получится. Но пока ты будешь стоять, ты никогда не поймешь ни прославления, ни прославляющих. И это относится к любому служению. Бог говорит, пойди и посмотри. Послушайте, не стой, как плотина. Начинай двигаться в твоей вере, и твоя вера, она непременно возрастет. Не секрет, что многие из нас, они ищут ответы на многие вопросы в знании, но истина состоит, что мы не всегда эти ответы находим. Что это значит? Я, например, очень любознательный. Я много читаю и многому учусь. Но я нахожу лично для себя, что чем больше я узнаю, тем больше я понимаю, сколько я еще не знаю. И я убежден, что на уровне знания нельзя проникнуть в сокровенное, потому что сокровенное, написано, принадлежит кому? Богу. Вы скажите, чего же нам не хватает? Не хватает конкретного соприкосновения. Не хватает вот этой конкретной встречи, которая написана, пойди и посмотри. Что это значит практически? Практически это значит следующее. Вкусите, и вы увидите, что благ Господь, Божью благодать и тот, что Он есть добрый Бог для вас, для меня, для всех нас, можно пережить практически, если это пережить, попробовать и вкусить. Это невозможно сделать, просто сидеть, сложа руки. Это невозможно просто пережить на уровне знания. Это возможно через Бога познание, потому что Бог, Он есть добрый Бог, и все служения, которые совершаются в церкви, они по-своему сладкие, назидательные и прекрасные. Бог не предлагает нам в служении Бога и людям какой-то безвкусицы. Служение Богу не проедается и никогда не надоедает. Скучно бывает только тем, кто не понял, кто не вкусил, кто не пережил. Но Бог, Он заботу проявляет о каждом из нас. И поэтому Бог заинтересован, чтобы перевести вас на новый уровень веры от знания к признанию. Что это за состояние? Это уровень веры через прикосновения или другими словами я ощущаю. Послушайте, что об этом говорит Библия. Вера через прикосновения. Я ощущаю. Читаем дальше эту же главу. Иисус, увидев ведущую к нему Нафанаила, говорит о нем, вот подлинно израильтим, которым нет лукавства. Это главная характеристика, чего ожидает Бог от того человека, кто желает приблизиться к Богу. Если у вас в жизни или в вашем приближении присутствуют хоть какие-то микроны лукавства, ваше приближение к Богу не принесет вам должного результата. Меня в этом стихе вдохновляет то, что Бог не сказал об этом человеке, что в нем нет греха. А значит, даже те, которые спотыкаются, для вас есть надежда. Но приближение ваше должно произойти искренне, как пред Богом и как для Бога, во имя Иисуса. Вот подлинный израильтин, который приближается ко мне, в котором нет лукавства. Нафанаил говорит ему, почему ты знаешь меня? Иисус сказал ему в ответ, прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя. Когда ты был под смоковницей, я видел тебя. Послушайте, что было дальше. Вообще под смоковницей люди просто так не сидели. Даже если они были одни, они останавливались там для серьезного размышления. И вот этот человек, Нафанаил, он был именно в глубочайшем размышлении о Боге и об истинах Божьих. И поэтому произошло то, что произошло. К нему пришло озарение. Это возможно для тех, которые двигаются в дарах Святого Духа. он что-то пережил, потому что Бог затронул его сердце. Нафанаил сказал ему, Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев. Послушайте, посмотрите, как его вера поменялась. Вера на уровне знаний говорила так, из Назарета ничего доброго быть не может. Вера на уровне соприкосновения или прикосновения, вера на уровне того, что я ощущаю. Она говорит следующее, Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев. Вы помните те события, когда в свое время Илья собрал этих, устроил жертвенник и сказал, «Если Господь есть Бог, то Ему последуйте, а если Ваал, то Ему». И написано «Не спал огонь с неба». Произошло соприкосновение с святым и вечным Богом. И весь народ сказал, что «Господь есть Бог». «Господь есть Бог». Сегодня через это слово Бог желает чему-то научить нас. Когда Христос сказал Нафанаилу, что «Я знаю сердце, я знаю, о чем ты думал». И когда Нафанаил понял все это, он понял для себя, что это может сделать не человек, но только Бог. А это и был посланный Мессия не только для Нафанаила, но и для всех нас. То есть через прикосновения человек становится способным поверить. Его вера растет. Он поднимается на новый уровень. Слава Богу за все это. Вы анализируя или слушая меня, вы стараетесь понять, на каком вы уровне веры сегодня. Заинтересованы ли вообще вы в соприкосновении с реальным живым Богом? Библия на этот счет говорит, что приходящий к Богу должен веровать, что Он есть. И ищущим написано, что Он воздает. Он воздает. Что это значит? Многие сегодня уходят из церкви только потому, что они Бога не искали. Они Ему верили на уровне знания, но Божье присутствие реальное, они никогда не переживали. Но Бога можно ощущать, слава Богу за это, особенно когда Он близок. Я хочу вас спросить, были ли у вас серьезные переживания в ваших личных взаимоотношениях с Богом? Было ли так в вашей жизни, что ваша душа раскрывалась и вы понимали, что за всем этим стоит не человек, но сам Бог? Вы можете ответить на все эти вопросы для себя, но истина состоит в том, что есть немало христиан, если их Бог затронул, они начинают двигаться, если этого не происходит, они стоят как живой памятник. истина состоит в том, послушайте, что многие начинают верить только тогда, когда они что-то переживают. Если никаких переживаний нет, они покрываются унынием, и их духовная жизнь от этого страдает. Вся их жизнь состоит в том, они живут от одного переживания к другому. Есть переживания, они летают, нету переживаний, они практически как христиане бездействованы. Для таковых людей надо периодически, например, чтобы хотя бы приезжал какой-то благословенный посланник, например, с Греции, чтобы они слушали для себя какие-то пророчества, откровения, чтобы они что-то пережили. И когда это происходит, у них вера стремительно растет. Больше то, послушайте, значит, если пророчество идет обличительного плана, то мало кто будет слушать это пророчество. Любителей таких немного. А если в общем идет такое направление, что я забочусь о тебе, держись, я помогу тебе, людям это нравится, люди готовы встать в очередь, чтобы это слушать. Послушайте, и в принципе это неплохо. Но я хочу вам сказать, что этой веры надолго не хватает. Почему? Потому что то, что Бог говорит оно не связано с вашим состоянием. То есть состояние ваше совершенно другое. Бог как бы зовет вас вверх, а состояние ваше вниз. Через это как бы Бог хочет привить вам веру, а грех вашу веру уничтожает. И поэтому надо снова и снова новые переживания. Вот почему одни люди бегают туда и сюда, от конференции к конференции. Надеюсь, что какой-то помазанник положит на них руки, и они воспрянут ее, живут. Слушайте, какой бы он не был помазанник, он вам мало поможет, если вы сами не молитесь. Но если вы серьезно движетесь в молитве, то помазанник даже слабый, он вам серьезно поможет. Я хочу, чтобы вы поняли степень веры на уровне переживания. Это приблизительно выглядит так. Был пророк, говорят, в церкви, хорошее собрание. Нету пророка, собрание уже совершенно другое. Что-нибудь мы понимаем из того, что я сейчас говорю. И так вера идет от одного переживания к другому. Вы скажете, вы хотите меня понять, так это надо или не надо? послушайте, ощущать Бога можно и надо, но жить этим не надо, ибо мы ходим не чем, не видением, а чем верою. Многие остановились на первой ступени, потому что они говорят, зачем мне эти переживания, чтобы потом от них страдать. потому что те, которые переживают что-то, они недостаточно тверды, а я хоть в знании своем уверен. Да, эти люди отчасти страдают, но послушайте, были времена, когда люди только одними переживаниями жили. И они сейчас вспоминают то время и говорят, сейчас собраненники и церквя, и благодать как бы не действуют, как было когда-то. Бог действует сегодня особенно могущественным образом. Слава Богу! Бог прикасается к сердцам и изменяет жизнь. А самое главное, что меня радует, Бог переводит нас на новые ступени нашей веры. Итак, что же Бог желает видеть в нас? Почему я вижу здесь небольшую проблему? Те, которые движутся от переживания к переживанию, проблема у них в том, что они не ищут личного откровения и не ищут личных переживаний. Если кто-то помолился, кто-то подъехал, кто-то вас благословил, слава Богу, что таковые люди есть, но это они, а Бог желает иметь личное взаимоотношение с тобою. Уехали они, закончилась конференция, мы через месяц совершенно угасли, но мы еще раз повторяем, соприкасаемся с ним, мы бываем на фаворах, чтобы не потеряться в долинах, чтобы когда эти помазанники уехали или их просто нет, мы имели все основания пребывать в вере и жить победоносной жизнью. Сегодня как никогда много движения, но мало жизни, мало твердого основания, которое несет благословение и жизнь. Библия говорит, что праведник своею верою, что жив будет. Поэтому я благодарю Бога, что Он в свое время вошел ко мне в мою жизнь как через знания. Я услышал о Боге, я поверил этому, и я принял это сердцем. Но моя жизнь совершенно изменилась, когда я соприкоснулся реально с живым Богом. Через различные служения благословения, через различные откровения и так дальше. Я по-особому переживал Бога, и это меня потрясало до глубины. И моя вера, она серьезно росла. Но я благодарю Бога, что я не только этим живу. У меня есть еще что-то более важное, потому что в основании моей веры лежит не просто переживание чего-то, а фундамент мой на Слове Божьем и на Иисусе Христе. И я вам этой жизни от души желаю да благословит каждый из вас Бог. Дух Божий желает прикасаться к нам. Слава Иисусу за все это. Иисус сказал ему в ответ, пойдем дальше немножко. Ты веришь, потому что я сказал тебе, ты веришь, потому что я прикоснулся к тебе, а как ты будешь чувствовать себя завтра, если я не буду перекасаться к тебе, а как ты будешь чувствовать, послушайте меня внимательно сейчас, он же сказал в ответ, слышите, что говорит судья неправедный, Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему, что? А ты день, даже дня не помолился, и ты начинаешь уже решать, стоит тебе Богу верить или не стоит. Но Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему, как день и ночь, хотя написано и медлит защитить их. Мы хотим, чтобы наша жизнь, наша ситуация изменилась за сутки, максимум за трое или за неделю. Но послушайте, Бог начал работу в вашей жизни, и Он будет ее продолжать, и эта работа серьезная. Разрешите Богу действовать в вашей жизни во имя Иисуса Христа. Аллилуйя Иисусу. Ты веришь, потому что я тебе это сказал, я видел тебя под смоковницей. И дальше смотрите, в чем надежда христиан. Увидишь больше. Скажите вместе со мной, увидишь больше. Мне это очень нравится, увидишь больше. увидишь больше. Господь говорит, то, что ты переживал или переживаешь сегодня, это нормальное явление. И хорошо, если ты это любишь и это ищешь. Но, пожалуйста, не живи ощущениями. У меня есть больше. Я хочу дать тебе надежное основание, чтобы ты в своем вере никогда не был растерян. давайте мы постараемся увидеть, что это больше или какая следующая ступень нашей веры, чего ожидает от каждого из нас Бог. Следующая ступень «Я подчиняю себя Богу». «Я подчиняю себя Богу». Давайте прочитаем, что там дальше написано, последние стихи. «И говорит ему «Истину, истину говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Слышите, что говорит Библия? Я помню, как одна сестра уверила, так горела к Богу, любила молитвы и все остальное. Но брат подошел и говорит «Слушай, сестра, как дела?» «Не очень». А он говорит «Почему?» «В Библии написано, что будете видеть небо отверстым, а я ничего пока не вижу». И она как бы серьезно унывала. Она читала, она чего-то желала, но она не знала, может быть, до конца, как это можно иметь или как к этому можно прийти. Но послушайте, я верю, что в этом заложена серьезная истина. Вот это, что вы видите здесь, ангелов восходящих и нисходящих, это отчасти относится к Якову. Яков в свое время, когда Бог начал говорить ему и открывать эту истину, он был уже надломлен. И Бог начал ему чему-то важному учить. И он увидел этот сон и это видение. И если вы помните, как дальше Бог работал над Яковом, он был умница, он был неподражаем, он красиво молился, он переживал Бога, но в жизни было немало проблем. Но наступил момент, когда он лично встретился с живым Богом и сказал, не отпущу, пока не благословишь меня. Послушайте, третья ступень веры, это когда человек начинает понимать свою полную зависимость от Бога. Третье состояние веры, это когда я начинаю понимать, что без Бога я не в состоянии делать ничего. Третье состояние веры, это я настолько сокрушен пред Богом, что я говорю, Господи, если не ты, то я пропаду, безнадежно пропаду. И именно в таком Боге мы нуждаемся в своей личной жизни и в наших церковных служениях, потому что истина в том и состоит, что без Бога мы не можем делать ничего. И Аков был один из делателей. Он делал, переделывал, он решал, перерешал, но от этого дела было мало пользы и толку. Единственное, что он жил под страхом, потому что брат его стремился убить, но когда Бог сокрушил ее сердце, все изменилось в ее жизни. Поэтому это вера, которая проявляется через смирение и наше личное сокрушение. И я благодарю Бога, что к этому приводит меня и каждый из нас сам Бог. Аллилуйя! Скажите, пожалуйста, он работает в вашей жизни? Он работает так серьезно, что кажется, нету не видно ни солнца, ни луны, ни звезд. Но послушайте, даже если этого не видно, есть солнце, которое есть Христос. Оно продолжает светить, даже если горизонты закрыты и все покрыто мраком. Он свет наш, он спасение наше, и Библия говорит, кого мы можем бояться. Но через вот эти истины, друзья мои, хорошо переживать Бога, но еще лучше знать Бога. Хорошо верить Богу, но лучше если наше состояние, состояние тоже нам содействует нашей вере. Иначе наша вера однажды приходит, а потом уходит. Иначе у нас ее иногда много, а иногда совсем она пропадает. И Библия говорит, но Сын человеческий пришед, найдет ли веру на земле? О какой вере здесь идет речь? Это полная зависимость от Бога. Это ты веришь, что если не Бог, то ты сам ничего сделать не можешь. Библия говорит, народ, надейтесь на него во всякое время. Бог нам прибежище и сила. Не надейтесь на князей, не надейтесь на коней, потому что в конце концов они вас подведут. Но Библия говорит, что праведный своею верою, что жив будет. Послушайте, я заканчиваю свою проповедь, но я хочу, чтобы Бог что-то изменил в нашей жизни служении. Я вспоминаю пророка Аввакума, который молится и говорит, Господи, доколе я буду вопиять, а ты не слышишь, я буду взывать к тебе, а ты не спасаешь, почему я вижу насилие, почему сколько преступлений вокруг меня, Господи, я не могу это все понять, Господи, как ты это все допускаешь, почему идет вот такое ослабление, много у нас вопросов, не так ли, друзья стал я мою и начал ожидать, чтобы узнать, что скажет он во мне. Послушайте, если вы желаете обладать вот этим состоянием веры, то Бог, он желает сказать что-то лично тебе, и если он тебе лично не говорит, то ты только будешь скитаться от стороны в сторону, будешь склоняться только одним, только другим, течением, увлечением и церквям, но послушайте, когда Бог начнет тебя учить, все изменит Бог, и тогда ты услышишь, что услышал этот пророк Божий, праведный своей верою жив будет, он не просто будет выживать, он не будет жить как-нибудь, он будет жить победоносной жизнью, а надменный человек не успокоится, он как бродящее вино, никогда не успокоится, какова ваша жизнь, послушайте меня, вы спокойны, если вы спокойны, когда вокруг вас нету никакого покоя, когда в вашем сердце покой, когда обстоятельства все обращены против вас, вы стоите в вере, вы меня слышите, но если у вас присутствует гордыня, вы не научились смирению, то вы будете бурлить, бродить, но покоя никогда иметь не будете, вы можете иметь переживания на разном уровне, но еще раз повторяю, покоя никогда иметь не будете, потому что истинный покой только в Иисусе Христе, слава Ему во веки веков, и так три уровня или три степени веры, вначале я знаю, потом я ощущаю, а потом я подчиняю себя Богу, на каком уровне работаешь ты, мне хочется сказать вместе с теми, которые говорили так и просили, Господи, умножь у нас веру, вы готовы сказать на это аминь? Господи, умножь, у нас веру, аллилуйя, я верю не потому, что я знаю много о Боге, я не потому верю и не потому Бога любю, я верю даже не потому, что я Бога переживаю, я верю потому, что без Бога я своей жизни не представляю, и моя не зависит вера от того, как жизнь моя проходит спокойно, мирно, или она бурлит, моя жизнь зависит в каком состоянии мое сердце, и Бог сегодня говорит прямо к сердцу, я благодарю Бога, что для нас это, мы сегодня как под смоковницей, аллилуйя, Иисусу, и Бог говорит, я вижу ты, ты присутствуешь в церкви, но я вижу тебя, и я знаю все о тебе, я хочу помочь тебе, чтобы ты раскрылся для меня, чтобы ты сказал, что Бог, в Которую я верю, это единственный Бог, Которому стоит любить, доверять и держаться Его, ибо все остальное это только томление и суета, а Он, твердыня вечная, слава Ему, во веки и веки, аллилуйя, 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 я верю Богу не потому, что Он исцелил меня, хотя Он меня исцелял, а потому, что Он дал мне библейские основания для моей веры, слава Иисусу Христу.